приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое видео называется она аборт прерывание беременности грех преступления или нет это в рамках плейлиста и страницы на моем сайте семья любовь детям и родителям предыдущий первый ролик был это о child free свободе не быть родителем или не рожать детей обо всем этом поговорили в прошлом видео в конце там уже затронул тема аборта и вот мы к ней с вами сегодня переходим так грех это или нет что как к этому относиться плод или эмбрион в теле женщине это уже живой человек живая душа нет обо всем об этом я сегодня для вас поговорю и так тема аборта и все все тексты которые будут читать доступны на моем авторском христианском сайте конкретно вот на этой странице семья любовь детям родителям ссылка будет в описании к этому видео первой строкой и так тем аборт разделим на три подраздела и разберем каждый из них подробнее первый подраздел звучит так аборт грех или нет тема аборта и проста и сложна одновременно вне зависимости от религиозного и нерелигиозное восприятие оценки и раскрытия и так этот подраздел делим на два пункта потому что тема аборта и сложна и проста одновременно и так в чем простота простота в том что все люди на земле сходятся лишь в том что родившийся ребенок уже родившийся ребенок это маленький но все же полноценный человек с телом душой и духом причинение ему более или тем более его убийство это зло преступление и страшный грех а вот в том что на разных стадиях развития представляет собой плод внутри утробы матери люди расходятся во мнениях ибо ответ на этот вопрос у каждого свой кто-то считает что полноценный человек зарождается в момент соединения сперматозоиды с яйцеклеткой я к таким не отношусь кто-то считает что это происходит на седьмую неделю кто-то считает что это на 12 неделю беременности женщины происходит а кто-то считает что это происходит во время появления плода на свет и его первого вздоха и крика таким людям отношусь я христолюб в чем сложность этого этой темы до тема аборта да в том что хоть религиозные люди хоть нет никто не может убедительно объективно доказать свою версию ответить на этот вопрос когда душа или дух как хотите соединяется с зародышем то есть вот это личностная я когда это происходит абсолютно никто люди относящиеся к любому лагерю о чем мы с вами перечислили выше их намного больше я приблизительно вам дал такие понятия что кто-то считает что вот все яйцеклетка со сперматозоидом состыковались до произошло зачатие и что там уже кто душа жива кто-то считает на первую неделю это я так я просто из некоторых ну там есть ладно разные лагеря не объясняет это кто-то медицинскими кто-то какими-то местами из писаний с каких-либо своих там неважно я сегодня говорю не только христианстве вообще любых там людях в разных религиях находящихся вот кто на какую кто считает на первую на вторую на третью неделю на какой-то там третий пятый восьмой десятый день от того как вот мужчина женщина и позанимались сексом и вот произошло зачатие на самом деле никто и z и и какой бы стороне каким бы мирозрением и какому бы лагерю себя не относил за то или за другое то топище как говорят да исповедующий проповедующий никто объективно не может не привести никаких доказательств или 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 и дать какие-то конкретные ответы да на вопрос когда конкретно душа действительно соединяется вот с этим так называемым эмбрионом зародышем вот этой вот физической оболочки в которой все мы с вами потом будем жить когда это происходит никто не знает ответ на этот вопрос не библия мы много тысяч лет живем на земле я пишу и до сих пор нет ответа на этот вопрос вот казалось бы уже даже совокупный как это говорят ум человека человечество уже должен был дойти до этого либо бог должен был открыть нам либо вселенная да но как мы видим свои мы можем уже самолеты строить летать в разные страны мы можем в космос вроде как уже летать да а вот до вопроса о том аборт грех лет мы до сих пор не дошли единого мнения нету поэтому вопросу не библия не научные труды не дают ответа на него я как христианин естественно хочу прежде всего обратиться в том числе к библии и и очень показательно и доставляет задуматься то особенно вот мне как христианину что в библии нет ничего по этой теме есть разные религиозные статьи на эту тему якобы с отсылками на библейские тексты но если вы сами их исследуете то увидите что это просто выдача своих желаний и мысли на основе лишь нескольких цитат из библии и лишь косвенно причастных к этой теме и притянуты за такие длинные уши что серьезно обсуждать эти места библии для здравомыслящего человека христианина просто не представляется возможным о чем я говорю вы знаете я вам с удовольствием показываю какие-то другие статьи всегда зачитываю что-то я когда углубился в эту тему сам да почему я здесь и пишу если вы сами углубитесь в эту тему сами поизучайте разные статьи я не нашел ничего здравомыслящего чем бы мог с вами поделиться все места писания в этих статьях еду может быть я что-то пропустил вы знаете что я проповедник христианин библия знают близко к тексту может как дословное евангелие можно сказать наизусть да и я думаю я всегда все равно себе переприверяю потому что я много раз там рассказывал что если ты хочешь какую-то тему глубоко изучить ты должен можно сказать библию целиком взять и прочитать на предмет этот вопрос только тогда ты будешь так скажем убежден и утвержден в том что ты все изучил и там ничего нету или нашел все что есть по этому вопросу да я естественно себя все равно перепроверяю всегда несмотря то что я сам как говорится библию да знаю хорошо но я про на переприверяю смотрю какие-то внешние источники других проповедников или всякие религиозные трактаты постулаты всяких сект всех дохристианских таких как православные католики протестанты а все равно конечно обращаюсь тоже смотрю я не нашел ни одной здравой статьи я про компания по всем посмотрел на места на которые не ссылаются я и даже не стал для вас чтобы удлинять свой ролик вы знаете я всегда это делаю я не никакого себе ограничение во времени в проповеди не ставлю но даже при этих всех моих условиях я не стал никакой сюда добавлять ссылку на какую-то внешнюю статью чтобы вам как-то продемонстрировать какие места из библии притягивают к теме вот такое наподобие как я сейчас записываю ролик или написал статью и впихивают туда такие стихи библейские которые игру не за какие там вот такие вот длиннющие уши до за который вообще можно это притянуть сейчас ниже все равно об одном месте скажу и вот именно своем примере покажу что даже я знаю такое место писания казалось бы которая оправдывает и у меня как бы убеждать в моей правильности в моем вот этом уберу мнение что вот там душа вселяется в тело этого эмбриона этого плода именно когда он выходит из из женского утробы из тела роженицы да я даже хоть и приведу как пример но не говорю что это доказательство сейчас ниже я это далее все покажу и поэтому если вы хотите сами просто поисследуйте этот вопрос конечно же поисследуйте непредвзято неважно какой вы религии конфессии относитесь что до этого думали тем более если вы посмотрите ему ролик до конца после какие-то может быть иные мысли появятся посмотрите другие статьи я всегда я знаете не как эти религиозники которые боятся своих там жертв но религиозники в смысле особенно лидеры которые боятся там отпустить своих овечек куда-нибудь на чужие пастбище пожалуйста и на бороться рекомендую исследуйте поковыряйтесь до в других других источниках других теориях во всяких посмотрите и сами полагаясь на свой вот голос божий который внутри вот в сердце в уме в голове и и и выберите истину то что вам господь полагает на сердце я поизучав статьи увидел что эта тема вообще просто закрыт о чем буду сейчас все позже говорить так скажем для человека и мы здесь каждый все с вами остаемся свободны вот в этом вот понимание потому что библия ничего вообще от слова совсем действительно не говорит я вам приведу пример давайте я дальше сейчас почитаю я христолюб во-первых я уже о себе сказал еще расскажу что я принадлежу к лагерю хотите к стране может я там один неважно я в этом плане не ищусь единомышленников неважно я так думаю я даже слово здесь убежден не могу конечно употребить что убежден человек на основе доказательств вот я просто так думаю я не могу вам это доказать я пишу объективно точно так же как это не может сделать не люди принадлежащие ко всем вот этим сторонам лагерям и мнением по этому вопросу вот но я убежден что не убеждена я думаю что все таки настоящий такой живой душой человек становится в момент тогда когда вы знаете женщина рождает иногда как мертворожденного иногда рожает ребенка плод и он и он мертвый по разным причинам я убежден что так скажем полноценное соединение духа вот этой человеческой вот этим человеческим аватаром с этим земным тленным телом человека происходит в момент когда когда женщина рожает и кто знает ребенок делает первый вздох своими собственными легкими да и первый произносит свой крик вот тогда можно сказать и происходит это таинство как это любит такое слово и религиозники употреблять соединение духа духа человеческого вот с этой вот оболочкой которые и тело и душа там все вместе под душу под душой подразумеваю коня ими обычная подразумеваю все там чувства эмоции вот все такое то есть там все это конечно в зародыше в начатках есть но если хотите то душа как это говорят там вот то есть невидим она просто на стол душа и дух кто знает это просто путаница понятий порой люди говорящие подразумевает одно и то же употребляет просто разное слово то есть я вот это вот личность такая невидимая вечная она соединяется особенно переуплощениях именно вот тот момент вылетает так скажем в это тело до невидимо соединяет именно в этот момент вот это очень важно вы знаете конечно сколько угодно я вру вы просто почитаете да там какие только места не приводит вот на марию сошел там дух святой она зачала ну да зачала но дух сошел святой то есть дух дух божий но дух божий присутствует в каждой человек человеке он в растении даже все им как апостол по приказал и живет и движется существует это я думаю знаете даже сейчас мне просто вот на память пришло я говорю я не стал вам разбирать все эти места на самом деле это ни о чем не говорит это вообще ни о чем не говорит о том что мария зачала от духа святого ну и что мария зачала дух святого это лишь говорит что она без мужского семени зачала саму даже физическую плоть но это не знает что если бы она у грубой у нее был бы выкидыш мы бы бога убили это же не так ну конечно не так душу человеческую дух человеческий даже если ты ребенок родился между рожденным и как и и если быть на стороне тех людей которые говорят что там в моментом зачатия допустим полноценный человек уже как бы вот с душой с духом там все формируется то что ж теперь все в небытие канула чья-то душа да нет конечно все это материя так скажем не пользует немало как говорил то же самое апостол павел вот это очень важно смотрите казал и вот почему я привел это очень знаете это очень косвенный можно какие-то рассматривать эти примеры но как мы видим выводы из них делают чисто каждый подтягивает под свою позицию я люблю подтягивать что там на деву марии дух святой сошел и что что дальше то там ничего не рассказывать там из этого выводов никакого делать мы просто знаем что она непорочно зачала физическую плоть да ну что что дальше то мы знаем что это вообще родился иисус а родился это бог а что бог до этого не существовал а как он мог одновременно и крутить всю вселенную до питать и силой своей жизни тут же быть иисусом мы знаем что мы все с вами созданы по образу и подобию божьего а на кого мы похожи похоже на иисуса на человека на реального значит все это возможно крутить мироздание и быть человеком одновременно это не как из этого сделать вывод нельзя и там много таких текстов разных вот берется из библии пытается из них какие-то там выводы сделать но как мы видим они все притянут как искал вот такие вот длиннющие уши вот особенно знаете вы сами знаете что я как отношусь к библии как проповедует правильное к ней отношение это ни в коем случае никакой не слово божье это набор писания это библия библиотека если дословно переводить с греческого слова это перевода это набор писаний из которых мы познаем истину там есть истина да там есть и не истина и много чего нехорошего это очень важно и казалось бы религиознику монета было бы проще всего кими кинуть один из библейских камней потому что религиозники очень постоянно это их не беда что они сшили ветхий завет с новым ставит их наравне там закон моисеева заповедями иисуса христа и прочие вещи я лишь приведу один пример который я вот мог бы взять тоже вот причем такой сильный сейчас во нем узнаете до которого было бы достаточно чтобы дальше просто вообще ни о чем не говорить но вот именно я будучи искренним христианином и из и понимающим что как иисус сказал исполняющим его заповедь не сшиваю ветхое с новым да лишь как на примере тоже разберу вот таковну близко к своему лагерю просто себе показав что я знаю эти места не пытаюсь там манипулировать вами да и в том числе самим собой даже до чтобы вот оправдывать там свою позицию как я сказал никто убедительно объективно не может ни одной из своих теорий доказать итак это пример из исхода книги исход 21 глава с 22 по 25 стих мы с вами прочитаем когда дерутся люди ну там двое мужчин или люди разные переводы и ударят беременную женщину и она выкинет но не будет другого вреда то взять не вино с виновного пеню какую наложит на него муж той женщины и он должен заплатить ее при посредниках а если будет вред то отдай душу за душу надо читать жизнь за жизнь тоже потому что знает еврейское слово переводится на русский как душа ну вообще и с иврита это слово переводится которое там еврейских текстах как душа или жизнь это одно и то же слово то есть отдай душу за за душу или жизнь за жизнь глаз да глаз зуб за зуб руку за руку ногу за ногу ожог зажог рано за рану ушиб за уши я вам сейчас зачитаю то что я написал это место из библии показывает нам что за смерть плода виновный не расплачивается своей жизнью хотя именно этого требует закон душу за душу но закон моисея не истина потому я не буду манипулировать библейскими текстами ради ради оправдания своих внутренних убеждений то есть еще раз мы с вами видим что в законе моисеева реально прямо описан случай что дерутся там люди да кто-то ударяет беременную женщину нам не расписано кто и по какой причине даже специально или случайно здесь не оговаривается и перевели там в некоторых как мужчина а может быть дерутся женщины может быть даже две женщины и обе беременные чем там не поделили здесь сам факт нам очевидно что есть беременная женщина кто-то ее ударяет она выкидывает да то есть происходит гибель этого плода но сама женщина не терпит никакого вреда то виновны в том что у женщины произошел выкидыш то есть был убит человек если 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 исповедовать эту теорию что человек полноценный и аборт или вот такой вот и неважно от какого случая произошла смерть этого плода до его появления на свет и это живой человек вот все с телом душой и духом то это получается самое настоящее убийство все жизнь-то прекратилась но мы видим с вами что закон моисей повелевает таким людям что сделать всего лишь наложить штраф штраф пеню да за жизнь за жизнь этого плода которая была прервана при этом я специально видите очень часто вырывают и показывают только 22 стих я специально взял как всегда контексте вам показываю взял до 25 стиха где что где тут же говорится что а если будет вред то отдай душу за душу то есть как бы закон маисея говорит о том что вот все должно быть кто знает как бы ну очень часто произносит такую фразу как око за око вот тут глаз за глаз до другими словами ну то есть закон повелевает что ровно то что ты отнял ровно то отдай свое да и душу за душу то есть жизнь за жизнь глаз до глаз зуб за зуб руку за руку ногу за ногу рану за рану ушиб за ушиб то есть это очень важно то есть если опираться на писание вот ветхого завета а правильный говорить на закон моисея не на закон божий то что мы с вами виде что если бы то есть если если это всего лишь небольшие надо денежки заплатить за этот плод выкинуты женщины если там настоящий человек жизнь а потом куда этот не разродившийся ребенок в ад пойдет до или в рай за что он в рай пойдет а за что он в ад мы а с вами еще об этом чуть позже я сейчас скажу да мы видим насколько то скажем ничтожная цена этого плода это очень важно тоже да если если вы религиозный человек если вы так почитаете библию как за слово божье вот вам пожалуйста да чё там я говорю когда статьи эти разные читал воровать там какие-то места которые вообще еле-еле там притягивают к тому что вот якобы там жизнь самого начала начинается человек полноценный вот вам живой пример да по закону мы себя якобы все бог там и говорит мы все кто и кто кто так вот исповедует так пожалуйста оказывается жизнь этого плода за нее жизнью виновный не расстается а значит не жизнь за жизнь значит это не жизнь он душу свою за душу которую погубил не отдает он виновный в том что это беременная женщина выкинул да виновен он отдает свою жизнь за жизнь нет он отдает душу за душу нет он отдает глаз хотя бы за этот выкинутый плод или руку или зуб или ногу нет он немного денег заплатил и все за то что она вот не родила не родила человека душу живую до который уже там зародилась зачалась а просто заплатил немножко денег задумайтесь об этом но вы знаете так как я говорю действительно закон миссии это не истина вы знаете что об этом постоянно проповедую и исповедую поэтому естественно я ни в коем случае в данном опять же в данной теме не буду манипулировать и как это я всегда и делаю библейскими текстами рать только для того чтобы доказать вот что здесь вот можно взять это место и якобы его истиной объявить так что это принципе тоже несправедливо с одной стороны да вот женщина выкинула потеряла плод ребенка так скажем да тут всего лишь купить пеню являющую мало то что здесь непонятно да на насколько это сознательно и неосознанно был делать но раз они дрались то уже желание друг другу зло да и так так что такое вот место поэтому ну как я вам сказал поизучайте тем вы убедитесь что все места там кстати в каждой статье конечно же есть и это место из исхода как бы никто его не скрывает есть там и другие места ну как я уже заранее сказал сами углубитесь исследуйте увидеть что настолько все там притянуто за уши что просто каждый читает и делает выводы такие какие он хочет прямо там об этом ничего не говорится в библии вообще нету от слова совсем такого закона какой-то заповеди понимание определения того что вот плод в утробе женщине это вот человек и его какое-либо убийство это вот так грех добровольно делается самой роженицы или вот как мы видим с вами кто-то ей так скажем косвенно помог в кавычках да вернее помог прямо в кавычках помог да неважно какой причине случилось мы видим что цена цена этого плода ничтожно так скажем мало да так и так мой вывод вопрос поэтому по подразделу вопрос аборт грех или нет останется неразрешенным до кончания нынешнего века временного страдательного бытия но одно точно бог есть любовь и он не посылает в ад на вечные муки абортируемых детей и их родителей все это дьявольские бредни глупых жестокосердных религиозников не познавших бога то есть свободы и любви никакого места в аду для абортируемых детей не существует они не сделали никакого грехозла и не могут быть наказываемый за грех родителей а у родителей сделавших аборт действительно могут быть серьезные причины для этого деяния о котором мы сейчас поговорим с вами дальше в пункте причины по подраздели причины аборта но прежде я хочу еще раз сказать естественно вы знаете что вплоть до бредни религиозных доходит до того что вот у аборта есть две стороны участника это тот кого абортирует то есть плода или так называемый ребенок и те кто абортирует от родителей тут и мужчина и женщина обе важно не важно что делает это конкретно женщина но подразумеваю что это делается согласие того же самого мужчину то есть он тоже этого желает есть бредовые опять же идиотские человеконенавистнические религиозные учения о том что якобы все абортируемые дети в аду находятся больше глупостей и идиотизма придумать было просто невозможно придумывает это люди вообще абсолютно не прикоснувшиеся близко пальцем к истине к любви причем делает здесь на бог естественно чтобы страдали те родители которые табор совершили потому что вот чтобы их мучила совесть придумали там только для этого до чтобы родители которые сделали аборт мучила совесть что вот где-то там невинный ребенок до страдает в аду за то что вот его родители аборт сделали правда задуматься 2 на такими вопросами с какого перепуха вообще ребенок туда в ад попадает видимо этих религиозников недалеких ума не хватает до дети в чем эти виноваты второе никаких абортируемых детей и неразвитых душ в аду в принципе быть не может все души которые рано так скажем все все люди которые рано умирают по плоти своей в этой жизни не важно человек может умереть через день после родов дал может сделать первый вздох может крикнуть да сделал первый свой крик когда родился этот ребеночек может пройти день два три недели две недели три четыре месяц два три пять шесть десять двенадцать год два три 4 5 6 7 на любой на любом стадии на любой периоде времени человек может погибнуть может погибнуть или младенец может погибнуть маленькое дитя, может погибнуть подросток, ребенок, может погибнуть отрок, да, или подросток, я говорю, уже может погибнуть и, в принципе, юноша, девица уже в достаточно, так скажем, половозрелом сами состоянии, уже недалекими от совершеннолетия. Человек может погибнуть и во время своего совершеннолетия, то есть в период жизни, там, 16-18, что-то такое, да, у всех народов по-разному. Эти души все равно не разовьются до конца. Люди что могут познать, мы все с вами по себе знаем, много ли мы там поняли в жизни, там, к периоду даже там, я говорю, полового нашего созревания какого-нибудь или совершеннолетия, как это, можно другими словами тоже сказать, обычно эти вещи приравнивают друг к другу, да, что мы там познали, я говорю, там, 16-18 лет, ну или 13-18, вот к этому периоду, да ничего. Куда, в какой ад могут попасть эти люди, души живые, да ни в какой, за то, что он там, что сделал, сигаретку покурил или девочку за косичку в садике подергал, ну это плохо, да, но что дальше, его в ад на вечные муки отправлять, нет, конечно же. Как эта душа может попасть в небесное царство? Тоже никак. Она это небесное царство, как и рай, когда-то снова превратит в царство тьмы, как и рай, когда-то превратили в ад на земле. В царство небесное входит добровольно только души, познавшие полноту истины, о любви, свободе и вечной жизни. Все, по-другому пути просто нету. Все, все души, которые не успевают по плоти, по какой-либо причине достигнуть полноты познания истины, просто перевоплощаются, вот и все. Из одного тела вновь переходит в другое. Если по какой-либо ребеночек умер или погиб, или был убит кем-то в год, в два, в три, да я говорю, может быть, на следующий день после своих родов все равно умер, да. И что дальше-то? Да эта душа тут же перелетает в новое тело, вселяется в новую материнскую трогу. Вот и все. Все очень просто и понятно. Поэтому все эти бредни про абортируемых детей в аду, это, конечно, глупости религиозников и идиотов. То же самое насчет их родителей. Я говорю, это все упирается в тот вопрос, а совершили ли они грех? А что это за плот тогда вообще? Это очень важно. Сейчас мы с этим будем разбираться. Давайте, как я и закончил, а причины абортов, да, какие? В раю, когда была дана заповедь плодить, размножайтесь. В идеальном мире, который должен был быть идеальным миром, но даже после грех падения, если бы это был, ну, по сути, это и был бы тот же рай, который мы просто не потеряли бы. Да, в полном любви, где все хорошо, где вечность, свобода, всякое дерево, доступное для пищи, ты бессмертен, нет болячек. Да, все просто, нет никакой диктатуры, какого-то общества, которое пожирает друг друга. Да, в этом мире все просто. Плодитесь, размножайтесь. Бери, дорожай. Я, как цитата, это произношу для вас. Сейчас я вам текст открою. Но в нашем мире, лежащем возле, после грех падения, все совсем непросто. Причины для аборта могут быть разные. Медицинские, социальные и так далее. Давайте я вам их перечислю. Итак, какие причины для аборта могут быть у родителей? Первое, болезни этих родителей. Это могут быть генетические болезни, патологические, хронические и так далее, которые могут, и по сути им врачи, допустим, объявляют, что они передадутся обязательно вашему ребенку, так как они есть у вас. И это именно ваши врожденные, как это говорят, в ДНК уже зашитая. И она обязательно, или уже им прямо говорят, сейчас есть всякие там эти УЗИ, исследования, что уже ваш ребенок там прямо, ну, потому что УЗИ-то это рано, а мы имеем в виду с вами аборт, допустим, на ранних стадиях, естественно. Там еще не какого-то эмбриона-то, по сути, ну, эмбрион, как это как раз выражается, но, по сути, там-то вот такое вот маленькое существо-то, клеточка, я не знаю, как это вообще существо можно называть, да. Это просто пока плод такой зачавшийся, да. Болезнь самого плода, его тоже могут изучить сейчас, особенно, тем более сейчас все это делается, да. Вот, что уже явно говорят, что ребенок родится больным, увечным, там, каким-нибудь коллегой и прочим, с большими отклонениями, и, может, всю жизнь там овощем пролежит просто на кровати. Тоже причина, тоже причина. Угрозы, угрозы жизни и здоровью роженицы. Тоже, кто знает, очень часто роды происходят, ну, часто, вернее, не знаю, не очень, не часто, как я вам говорил, я не бог, и в этом плане, и не, хоть мы все с вами боги, и дети Всевышние все мы, но здесь говорится о любви, а в плане Всеведения, конечно же, мы с вами пока не боги, и мне недоступна вся статистика мироздания. Только бог с высоты своей созерцает и знает все, да, вот. Но такой существует угроза здоровью и жизни роженицы, да. Особенно, я говорю, опять, и, возможно, об этом сообщают те же самые врачи, да, которые там, вот, следят за человеком. Еще одна причина. Бедность и материальное неблагополучие. Вполне адекватная причина для того, чтобы отказаться от рождения ребенка после его зачатия. Инвалидность или любая другая физиологическая неполноценность родителей. То же самое. Инвалидность или любая другая физиологическая неполноценность родителей. Это тоже очень важно. Люди, ну да, они могут заниматься сексом те же сами инвалиды. Но родить и выходить ребенка, да, стать родителями в этом плане, именно по обеспечению. Они понимают, что они сами себя с трудом ослуживают. Возможно, они сами там даже пользуются чьей-то помощью для жизни. Ну да, у них, может быть, инвалиды и женятся, и замуж выходят, да. Причем два инвалида именно там, да. Потому что друг друга только они понимают. Такое бывает. Да, может, получилось зачать нежелательного. Мы сейчас говорим с вами о нежелательной беременности. Естественно, я, может, об этом не оговорился. Но получается, что люди не желают, естественно, этого ребенка. Поэтому мы с вами и говорим об аборте, да. Вы знаете, я уже тему брака, развода, секса записал. Вы можете обратиться к этой страничке на моем сайте, к плейлисту, где мы с вами говорили, что секс не обязан заканчиваться деторождением. Да, ну такое происходит. Люди по такой причине могут тоже отказаться. То же самое, что касается тела, то же самое касается души или психики. Психические и умственные болезни роженицы. То же самое. Тоже может влиять. И в психдомах занимаются сексом, вот этим, в психбольницах и так далее. Те же самые. Кто туда попадает, тем более надолго. И там такое происходит. Стоит ли этим людям рожать? Кто будет за этими детьми потом ухаживать, воспитывать, взращивать? Беспорядочная сексуальная жизнь, там, неважно, на этапе молодости, или человек может и в старости, и до старости беспорядочную сексуальную жизнь вести, или на каком-то этапе жизни. Это причина, может быть, для аборта. Вполне. Возраст. Слишком ранний или слишком поздний. И то, и другое. Может быть причиной, да, для аборта. Конечно же. Кто рожает в 13 лет, когда девица там сама еще ребенок. Либо наоборот, глубокая старость какая-то там или еще что-то. Да пусть даже не глубокая, может быть. Социальное угнетение по разным причинам. Это мы с вами некоторые, знаете, мы вот с вами живем. Ну, я, допустим, все-таки. Мы сейчас живем, правда, в Российской Федерации при диктатуре. Но у нас тоже есть понятие изгои и все. Но я говорю, где вообще, знаете, какие-нибудь там племенные или небольшие сообщества, и где людей, человек по какой-либо причине делают изгоем. В Российской Федерации тоже, конечно, людей делают изгоями. Но не так часто, как мне кажется, где это делают. Более каких-то в мелких и совсем там шизанутых обществах, да. Где человек мог назначить просто изгоем. Она сама там страдает, да. И он, она, пара там может быть, да. Вот. А еще тут ребенка родить. У нас до сих пор есть общество народа, где вот им там социальные классовые разделения вот эти. И есть люди, которые совсем на низшей, в низшей касте там находятся. Возьмите ту же самую Индию. Казалось бы, крупная страна. Там до сих пор все это существует. И когда ты на низшей ступени, большой вопрос, есть ли смысл рожать. Потому что ты сам живешь на праве такого раба или животного к тебе отношения в стране соответствующие. У тебя там ничего вообще нету. Ни прав. Никаких ничего. Да. Ты сегодня сам живешь, завтра твою жизнь забрали. Вот и все. Есть ли смысл рожать? Ну, сексом люди занимаются. Я говорю, вот мы с вами перечисляем все эти. Но при этом люди-то занимаются сексом. Да. И те же самые бедные, рабы. Да. Они же не виновны в том, что они родились такими. Но они не хотят давать жизнь. Ну, получилось. Мало ли. Мог презерватив порваться. При том же самом сексуальном акте. И что дальше-то? Теперь рожать. Причем, кто знает, в той же самой Индии, где вот такие вот кастовые разделения социальные и прочее. То там ты не можешь, ты кем родился, там ты не можешь в другую касту перейти. Все. Ты родился у раба, ты всю жизнь будешь рабом на этой нижней касте. Да. Служителем там или еще кем-то. Есть ли желание у таких людей рожать? Конечно нет. Изнасилование. Это вообще отдельная тема. Да. Вы представляете, с каким чувствами потом роженица, мать этого будущего ребенка будет всю жизнь на него смотреть. Более того, если она будет видеть этого насильника, она, ну, если он там не в маске будет, она всю жизнь будет видеть в этом ребенке. А тем более, если это будет мальчик, соответственно, если это мужчина насиловал женщину. А может быть и наоборот, если это там женщина-мужчина, но тут просто не совсем подходит этот вариант. Представляете, она будет каждый день видеть своего насильника в своем собственном ребенке. Я уж молчу там про гены и все прочее, да. Что все это ребенку передастся. Может, там это уже насилие стало частью его ДНК. Беременность изнасилованных женщин. Это что? Вот такая вот. Да, это разве не повод изнасилования, да, сделать аборт и не рожать такого ребенка, так скажем, да. Домашнее насилие. В том числе. Ну, кто-то из нас, кто живет в хорошей семье, нам кажется, да ладно, чего там. Ну, это все со стороны очень легко. А где действительно, где там муж-деспот, где люди живут, там женщина живет просто и с подстрахом. Да у нее рожать-то никакого желания. Там, если через день побои, все время она живет в трясучке, что муж придет и зарядит с ноги или с руки и сапог на горло поставит. Если в такой семье у нее желание рожать. Да она даже если за чела, она может тайком побежит делать аборт. Да, лишь бы этому деспоту, когда-то выданному там по каким-то религиозным или традициям за него замуж, она и сама-то не хотела. Да, тут еще ребенка рожать. Когда он ее там калашматит через день, а может и каждый день. Есть в нее желание, и угнетает там, и словами, и прочими. Есть в нее желание рожать от этого тирана. Да нет, конечно. Какие-либо убеждения, религиозные, религиозные и так далее, на которые человек имеет право. То есть здесь я вообще говорю обо всем. Тут не важно, знаете, мы привыкли, что там наши убеждения, знаете, это какая-то такая чепуха, ничего не стоящая. Да нет. Не важно, какие у человека мотивы. Религиозные, нерелигиозные, как я сказал, там какие-то социальные, каких-то инопланетяне он там верит, в какой он сект не состоит. Но у него на сегодня есть такие убеждения. По какой-либо причине он считает, что он, да, этого не хочет. И объясняет это. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Но для него сегодня это причина. Мы можем поговорить с человеком. Мы можем, в принципе, ему свою позицию сказать. Обличить его, если уж прям считаете, что он такой негодяй, вот вы такой праведник. Здесь я всегда имею в виду, что ни в коем случае мы не имеем права, что сделать этому человеку. Да, какое-то к нему насилие применить. В оконцовке я, конечно, скажу, что аборт, как уж точно, это точно не преступление. Уж за аборт нельзя точно, что делать там человека. Сажать. Женщину там эту, да, законы какие-то придумывать. Побивать камнями или прочее. Аборт это точно не преступление. Можно сколько угодно спорить с пеной изо рта, грех это или нет, но это точно не преступление. Это важно. Ну и просто нежелание. Я тут пишу и так далее. Причин, может быть, намного больше. Это какие мне там в голову пришли, я накидал. Причин, сколько людей, сколько женщин, зачавших, столько и будет здесь причин. Это может быть какой-то гибрид из этих причин. Не обязательно одна. Давайте я сначала зачитаю вывод и потом еще кое-что скажу. Все эти причины аборта нельзя просто так игнорировать. Да, выбор между этими чашами весов сделать нелегко. Но важные решения в жизни не бывают простыми. И в данном случае именно потому, что никто до конца не знает, что на другой чаше весов от этих причин. И в данном случае именно потому, что никто до конца не знает, что на другой чаше весов от этих причин. Живая душа или эмбрион от спермы и яйцеклетки. То есть еще раз. Все эти вышеперечисленные причины, о которых я сказал, и как я сказал, их намного больше на самом деле. Я говорю, это может быть совокупность, гибриды, это может быть все вместе. Это может быть и здоровье, какой-то там и возраст неподходящий, в семье может быть насилие. То есть тут может быть просто букет, так скажем, из всяких этих причин у нас в жизни. Мы иногда пытаемся там по полочкам разложить. Но бывает все это очень смешанное, перемешанное, пересекающееся, переплетенные вещи. Вот эти все причины нельзя ни в коем случае игнорировать. Особенно, знаете, мы очень часто любим все это игнорировать, когда это нас самих не касается. И другому, как Иисус сказал, связывать бремена неудобно носимые и налагать. Самим же пальцами шевелить в отношении этих вопросов. А когда самого потом, как говорят, петух в одно место клюнет, самим все это произойдет, сразу же я найду для себя кучу причин для того, чтобы поступить не так, как я других, так скажем, мучил. Это очень важно. Обычно люди, которые кого-то вот такие вещи осуждают, у них-то все в порядке. Они даже подумать не хотят, а вот как вот быть вот так вот. А вот что бы я сделала? И то это только умовое. Она может думать, что да, меня бы изнасиловали, ну я бы пережила. Вот да, это грех все-таки, ну пришлось бы родить, я бы вот там боролась, это мой путь, мой крест и все такое. Ну это ты только на словах так думаешь, а как по факту? И ты думаешь, что ты сможешь. У тебя есть, видишь, какие-то там почвы, основания, убеждения, что ну Бог управит, Бог утешит. Ну я ничего, я этого ребенка, плод насилия, все равно как бы полюблю и все такое. А она на сегодня в это не верит. У нее нет таких убеждений, как у тебя. Она понимает, что она его будет ненавидеть. Просто глядеть и видеть в нем своего насильника. Ты ей что, можешь сегодня подселить свои чувства? Нет, ты с ней можешь поговорить, да, ты можешь ее привести там к Богу, к любви, да, что это там твой путь, во всех этих мировоззрениях убедить. Ну попробуй этого человека, да. Осуждать его в ад на вечной муке за то, что вот он не такой, как ты сегодня еще, ты не имеешь никакого права на это, да. Потому что человек еще просто может быть не дорос, если это вообще имеет место быть. Конечно же, мы с вами видим, что если взять весы, у нас с вами две чаши. Вот все эти причины и вот плод, жизнь человека, да, казалось бы. То я и говорю, что выбор, конечно же, между этими чашами, этих весов, конечно же, нелегкий. Сделать его непросто. Но важные решения в жизни простыми не бывают, это очень важно. Это, конечно же, важный вопрос жизни, безусловно, говорить тут не о чем. Но в данном случае сделать этот выбор тяжело между этими чашами-весами. Только потому, что мы до конца не понимаем, никто из нас, что вот на этой чаше весов. Да, тут у нас понятные причины. А тут одно дело это верить, что это вот живой, живая уже душа, человек. Да, может, у тебя еще в голове вот эти вот мифы и бредни религиозные о том, что там абортируемый ребенок в аду будет, и сам ты там в ад на вечной муке отправишься. Ну да, тогда может перевезть, конечно, все эти причины. Ты родишь этого ребенка там даже после изнасилования. А если мыслить по-другому, да, что никакие абортируемые дети в аду, нет никакого в аду комнатки для этих абортируемых детей, да, что я за это в ад не пойду только потому, что я не хочу плод изнасилования действительно воспитывать этого ребенка. Что я верю, что сейчас пока это даже не человек еще, да, а лишь соединенная яйцеклетка со сперматозоидом против моего желания, да, там, на неделю-вторую после зачатия, то, конечно же, чаши весов элементарно перевесят. Зачем мне ломать свою жизнь, жизнь этого ребенка, потом родившись, этой души, которая будет, в принципе, невиновна в том, что там она плод насилия, да, но она-то будет страдать, потому что я-то ее любить не буду. Зачем делать это несчастье, проецировать в мир, масштабировать, увеличивать, зачем все это, плодить все это несчастье? Какой смысл в таком рождении? Никакого смысла нету, потому что душа, которая будет туда подселяться, она может подселиться, ну, как раз ты родишь завтра от любимого человека, и все, и эта же самая душа чуть попозже прилетит в этот плод. Вот в чем проблема, да, если Бог всем управляет, да. Если, конечно, верить, что все это как-то происходит без ведома Божьей, опять же, к той же самой теме возвращаемся, а верю ли я в Бога, так в нее можно, видите, по-разному верить. Да, а может Бог вот так, может придержать просто это воплощение той души, которая должна через тебя якобы там воплотиться, и все, и ты забеременеешь позже чуть от другого человека. Вот и все. То есть мы с вами видим, что вопрос опять упирается в то, во что мы с вами об этом думаем, да. Давайте следующую. Давайте сразу. Я не написал, я после этого видео обязательно сделаю. Давайте две темы, которые у меня просто по ходу пришли, я еще на сайте не оформил. Ну, первое, еще раз, я уже об этом сказал, но доконцентрируем мысль, по поводу преступления. Грех или преступление? Аборт не преступление. Под преступлением подразумевается то, за что человека в земной жизни одни люди, там, так называемое общество наказывают, там, преступника, да. Потому что абортом человек никому вреда в реальной жизни не делает. Рожганица абортом максимум, какой может вред нанести, это себе самой. Вот и все. Только самой себе. Тем более у нас считается, что в основной своей массе общество, там, где-то атеистично, где-то, как это говорят, вне религиозно, то есть светское государство, да. То есть оно там не верит даже и в душу, и в дух, да, тем более там в посмертную жизнь, ответственность и прочие вещи. Обычно на земле все законы человеческие, там, уголовные, там, кодексы составляются из того, что человек как бы внешне делает какой-то вред какому-то человеку. Ну, пусть там даже оскорбление чувств, но это как бы плотью считается, да, там, оскорбление чувств верующих, там, психологическая, там, тирания над человеком. Все равно, обычно светские неверующие люди, как это говорят, атеисты, они подружают под этим плоть, которая, когда человек помрет, все это в прах превратится, да. Поэтому они защищают, как бы, плоть человека. Обвинять в чем-то человека, который делает аборт, таких в светском мировоззрении, в атеистическом, в принципе, невозможно. Поэтому, конечно же, оно преступлением никак являться не должно и не может быть. Наказывать человека, вот именно человек и так будет, как бы, над теми этими вопросами задумываться, а что, да как, это и так может причинить. Сейчас я следующим пунктом скажу, что аборт может, конечно же, нанести вред роженице, так, скажем, будущее, да, то есть, вред женщине нанести. Об этом я, надо было, может быть, и в начале сказать, но, неважно, главное, что я в этом видео это скажу, да, кто будет смотреть его до конца, да, заинтересовавшись. То есть, преступлением это и так, это может даже самой женщине вред нанести, а мы еще давай ее там в тюрьму, что ли, поставим, или штраф на нее наложим, или как-то ущемим в каких-либо других правах, или наречем, сделаем изгоем, наречая ее какой-нибудь нехорошей там, да, типа блудница, как это, а тут какая-нибудь абортантка, да, какое-нибудь нехорошее слово придумаем, которым будем обзывать этого человека. Ни в коем случае это делать нельзя. Поэтому, я надеюсь, мы с вами итог подвели, уже под всем вышесказанным, аборт не является, на 100% не является преступлением, и в обществе человеческом никак не должно наказываться. А грехом мы с вами тоже, я надеюсь, итог подвели. На самом деле, ни один из лагерей не сможет доказать объективно и убедить друг друга в том, в какой момент, и ответить на вопрос, в какой момент непосредственно плод, эмбрион в теле женщины начинает быть, так скажем, человеком. Убийство которого, прекращение жизни которого, этого плода, будет считаться грехом, потому что ты прекратил чью-то, так называемую, жизнь. Ну и следующий пункт я хочу сказать, предупредить, действительно, это сейчас очень важно, и мы с вами перейдем к последнему пункту, это как минимизировать количество абортов, да. У кого стоит такая цель, что, тем более, если якобы это вот плохо, и все, мы с вами на этом сегодняшнюю тему закончим. Я хочу предупредить, естественно, что, несмотря на все, что то, что я говорю, и якобы, что аборт – это вот не преступление, якобы не грех, это очень важно понимать, что аборт, это я как мужчина даже знаю, конечно же, может принести непоправимый вред женщине, женскому организму. Причем разные формы его прекращения сейчас уже существуют, но всегда есть риск и опасность того, и даже большие риски есть в разных там моментах здоровью женщины. И здоровью, и того, что она больше не будет никогда рожать, все там это есть. И, естественно, прежде чем делать аборт, каждая женщина должна углубиться в эту тему. Я сегодня говорил, конечно же, о какой составляющей, о духовной, как это говорят, составляющей, да. Попадешь ты в ад или нет. У меня основная тема в сегодняшнем видео, конечно, да, дети эти абортируемые, мучаются ли в аду в вечных муках или нет, да. Это единственное, на что я хотел дать ответ. А по поводу физического, конечно же, вы можете пострадать. Это очень важно. Вы, конечно же, потом можете вообще никогда не забеременеть. Это обязательно в это надо будет тогда углубиться. Конечно же, если вы там врач или еще кто-то, меня в частности, вот слушающий, конечно же, об этом обязательно надо предупреждать там любую женщину, которая будет делать. Рассказать все риски. В частности, может быть, обнаружить эти риски уже. Потому что я знаю, там есть методики вот именно, и говорят, что да, вот если мы сейчас сделаем, вы уже никогда. У вас настолько там все как бы сложно, что, как говорится, в принципе, вот Бог вам давал один шанс забеременеть, и больше вы не сможете. Если мы сейчас это сделаем, то да. Есть кто делают аборт и рожают, и опять делают. Я знаю лично людей, которые рожали, делали аборт, опять рожали. Все это в перемешку было вот так. Вот, но есть тот, у кого один шанс, или просто вот именно, что аборт пройдет с такими последствиями, заранее говорят, что все, дальше ты не сможешь рожать. И поэтому даже если это чадо насилия, ты решай сама, рожать или нет, потому что либо сейчас, либо ты вообще не родишь. Вот и все. То есть все это, естественно, это вот мой дисклеймер, предупреждение, очень важное, что, конечно же, в плане попечения о теле, мое видео не об этом, вы должны сами погружаться. Это все может быть связано с опасностью точно так же для жизни и для будущего рождения вообще его возможности. Это очень важно. Так что это каждый сам решает для себя, взвешивая все эти вещи. Вот. Это очень важный тоже вопрос. Но это не говорит о том, что все равно, если у вас желание это сделать, если вы все взвесили, это очень важно. Вот именно. Потому что закон жизни – это свобода. Поэтому делайте себя тут, что я вот кого-то тут тоже всех этих законов боюсь там, что нельзя слова сказать. Нет. Вы сами все равно остались вправе потом выбрать. Как мы с вами, я сказал, все причины, которые аборты были перечислены выше, они тоже важны. Несмотря, как к этому относиться. Вот. Если у тебя и так, и так вопрос стоит, либо твоей чуть ли там жизни и здоровье, либо этого так называемого будущего только человека, да. То тут тоже какая разница. Аборт будет с риском для здоровья и жизни. Если у тебя уже стоит вопрос от самого этого зачатия, вопрос твоей жизни, там, и здоровья по тем или иным причинам, там, медицинским и так далее. То есть, по сути, у тебя и на одной, и на другой чаше все то же самое. И там жизнь и смерть, и тут жизнь и смерть, или здоровье там твое. Вот. То есть, как мы видим, во все это надо, конечно, глубоко вникать. И все эти причины просто взвешиваем. Вот. Я говорю о духовном состоящее, что на самом деле очень часто там аборт называют каким-то там смертным грехом. Все. Который невозможно раскаяться. Там будешь вечно в аду мучиться. Никто, естественно, от этого ни в каком там вечном аду мучиться не будет. У меня есть видео, называется «Смертные грехи». Если я не забуду, дам ссылку в описании, или попросите, или в аннотацию добавлю. Ну, может быть, добавлю даже в этом разделе на страничке своего сайта, чтобы она тоже была. Посмотрите. Я там, в общем, говорю о том, что весь этот бред, про то, что там самоубийцы в аду, в вечных муках будут, вот, абортируемые там родители, дети, вся прочая чепуха. Бог не добивает лежачего. Наоборот, люди, нуждающиеся в заботе, Бог любит еще больше. Вот и все. Никого за такие, да, грехи так называемые. Бог не добивает этих людей. Да, самоубийцы и так, так скажем, уходят из этой жизни от отчаяния, да. И Бог не добивает этого человека. Вот и все. Это очень важно. Ну, вот так вот. А давайте теперь поговорим, очень важный последний момент. Как я всегда это говорю, вот меня не раз слышали. Мы, к сожалению, люди с вами, которые, так скажем, мало пользуются мозгами своими, мы очень часто путаем симптомы с болезнью самой, да, с ее причинами. И переворачиваем все с ног на голову. Или задаем и ставим неправильные вопросы. Как я вам много раз учил и говорил, буду это делать постоянно в тех моментах, где это уместно, актуально и правильно. Это задавать правильные вопросы. В теме аборта все то же самое. Правильный вопрос – это как довести до минимума количества абортов. Каким образом? Вот правильный вопрос. Каким образом это сделать? Варианта два. Обычно делается это палкой. А как сделать не палкой? Кто знает, палкой многого не добивается в этой жизни. Так как это сделать? Давайте я об этом подробнее сейчас поговорю. Значит, правильный вопрос – как довести до минимума количества абортов? Ибо совсем их прекратить невозможно из-за причин, перечисленных выше, и того, что человек все равно остается свободным творить зло, под которым сейчас как бы подразумевается аборт. То есть о чем я говорю? Что, конечно же, целиком аборты надо понять. В этой земной жизни, которая является школой жизни, такой воронкой для людей, когда мы избираем между добром и злом, и тем самым определяем свою будущую жизнь в вечности, все равно просто уничтожить, так скажем, аборты, просто сделать, что их не будет существовать в мире, невозможно. По двум причинам. Во-первых, только что по тем, если первая причина – это совокупность всех тех причин, о которых мы с вами выше говорили, что это, как бы, скажем, причины уважительные, да, там, для аборта, так скажем, человека выбирать. А второй, ну, даже если предполагать, что аборт – это грех, кто-то может это просто делать, вот, просто делать. Просто, да, вести там беспорядочную сексуальную жизнь, просто делать, ни о чем не задумываться, не рефлексировать, не сожалеть ни о чем, да, а просто делать и пофигу. Ну, как и говорит обычный грешник, да. То есть все равно мы никуда этим не сделаемся, если Бог помимо любви есть и свободы. Человек остается свободным творить между добром и злом. Но что мы с вами, люди, можем делать, те якобы, кто стоят на правильном пути жизни, ведущую в святую жизнь, праведную, познавшую истину, или стремящиеся хотя бы к ее познанию на каком-то этапе уже находящейся, что мы с вами можем сделать? Ну, я вот написал, что в мире в основном мы все пытаемся решить палкой. Палкой я беру в кавычках, вы понимаете, это образное символное выражение. То есть чем? Запретами, страшилками, законами, а, соответственно, наказаниями за нарушение этих законов и так далее. Но довести до минимума количество абортов очень просто и без палки. Вот что нужно сделать. Я предлагаю четыре пункта, но они так по два делятся, так скажем. Видимо и невидимо, как я говорю, тело и душа, да. Итак, первые два пункта. Первый из них гласит так. Проповедовать child free, а не рожай, потому что Бог обязал, люди заставляют вечности сохраниться в детях и так далее. То есть я надеюсь, вы посмотрели мой ролик перед этим. Child free, о свободе не рожать. То есть как раз проповедовать не вот рожай, потому что, я его так назвал, видите, в кавычках, да, так скажем, такую мировоззрение, идеологию рожай, потому что, и там помните, Бог обязал, потому что плодитесь и размножайтесь, люди заставляют, неважно каким причинам, да, что вот надо, надо, как же надо, ты же девочка, ты же, да, мама будущая, надо, 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 по тем причинам, а то, что же соседи скажут, что же в нашем обществе скажут, надо, 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 вот все эти там куча, бесконечное количество надо. Вечности, вы помните, там сохранится в потомках, я верю в эту ерунду, поэтому надо родить, а чтобы он родил еще, я вот там, как бы, буду где-то там, внутри его, как-то там сохраняться, вы помните, мы весь этот бред обличали, и высмеивали эту глупость, вот, поэтому проповедовать надо child free, это очень важно, именно child free надо проповедовать, а не вот просто рожай, потому что. Второе, это проповедовать добровольно, это, в принципе, близкие понятия, child free, что ты свободен от проповедований, ну, по сути, я, первые два пункта, я их как бы разделил, на любовь и свободу, вы знаете, о чем я все время говорю, то есть, первое, ты свободен, свободен, прежде всего, надо освободиться внутренне, от всех этих идиотских убеждений, ты свободен избирать, это все, к child free, то, что я говорил, ты свободен, и должен это делать тогда, когда ты хочешь, твоя физическая возможность, просто начинать и рожать детей, это не обязанность, это не обязанность, не долг перед Богом или обществом, не заповедь, это просто возможность, но ты свободен в этой жизни, вы помните, я здесь повторяться не буду, весь child free, эту тему опять раскрывать, посмотрите просто видео, убедитесь, но я просто хочу, чтобы здесь тоже понятно было, в этом ролике отдельно, эта тема, эта тема свободы, выбора, рожать или не рожать, при возможности это делать, вот и все, это очень важно, а второе, это любовь, а что такое любовь, любовь не бывает без добровольности, любовь не бывает без желания, поэтому нужно проповедовать, добровольное, осознанное, планирование, где-то рождение, зрелыми людьми, это очень важно, не всем подряд, там рожайте, тебя опять рожать, а именно, вот именно проповедовать, что ты, если уж ты делаешь, то ты должен делать тогда, когда ты уже все созрел, ты любишь, ты готов эту любовь дарить, вот именно, если ты еще не созрел, для дарения этой любви, тогда будь child free, будь свободным, вот и все, не созрел и ладно, вот дозреешь когда, когда в тебе эта любовь, родительный инстинкт, любовь ко всем людям на земле, там проснется, любовь к кому-то еще делать эту радость, когда ты уж сам все попробовал, тебе все надоело, жизнь уже скучна, вот тогда, надо, конечно же, это все, это должно быть именно спланировано, человек должен осознанно до этого дойти, поэтому секс должен быть безопасным, там, да, в том числе, и мы об этом во всем, вы помните, я говорил в других видео, в теме, разделе, брак, развод, секс и все такое, очень важно, вот две вещи, так скажем, с вами берем, духовные, это свободу и любовь, то есть сначала вот здесь, в голове, в сердце, вот до этого, до всего надо дорасти, пока не дорос, будь спокоен, будь свободен, ну и второе, видимый мир материальный, телесный, первое, чтобы сократить минимум абортов, потому что вот эти два пункта сразу сократят, если бы общество, не вот этого все дерьмо и всю эту дурь, болевотину, тошнотину проповедовала, про там, рожайте, 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 нет, а действительно говорила, что рожай тогда, когда ты свободно дошел до этой любви, вот тогда, тогда бы и абортов бы столько не было, если бы нам не вбивали вот эту дрянь в голову, что должна родить в 16, в 18, в 20, да, в 25, в 30, в 35, в 20, Саров 100 лет родила, ничего, там, а, все, не успеешь, потом не родишь, это все, все дрянь, то есть сначала ум, сначала слово, а потом слово стало плотью, это очень важно, сначала надо в жизни все осознать, а потом уже делать дела, и вот вторые два пункта, третий, четвертый, из этой четверки, они уже о телесном, первое, нужно решить проблему со всеми несчастными детьми, я имею ввиду детей, которые у нас бездетные, бездомные, как это, ой, бездетные, бездомные, да, безродители находятся, да, которые в колониях, там, где-нибудь для всех этих несовершеннолетних, и так далее, в приютах всяких, домах, там, ребенка, и прочие все эти там вещи, да, что надо сделать, я ставлю двоеточие, всех приютить, накормить, обогреть, одеть, вылечить, дать кровь, заботу и любовь, но и тут до бесконечности, это я так для примера, общество сначала должно решить эту проблему, мы с вами в следующих видео будем говорить уже о деторождении, мы с вами первые, о Чайлд Крие поговорили, сейчас об абортах, теперь мы уж переходим, что вот, да, деторождение там, или приемные дети, надо решить сначала эту проблему, если у нас в мире не будет детей несчастных, не просто их в колонию посадить, надо как-то сделать так, призвать их к покаянию, надо поспособствовать этому покаянию, конечно, искренне, мы-то не говорим, что там даже малолетнего убийцу, там преступника, надо просто на свободу выпустить, но цель-то должна быть в тюрьме, не чтобы он потом стал законченным зэком, а как-то вывести его на путь покаяния, на путь праведности, простить его потом, когда он покается, как это учит нас Бог, потому что мы все на земле грешники когда-то, достойные сейчас покаяния, и все, и возвести его на путь святости, мы все это должны сделать, сначала должны избавиться вообще, чтобы у нас не было никаких брошенных там детей, беспризорников, детдомов или еще что-то, в колониях, чтобы там ни одного ребенка не осталось, грубо говоря, всех надо накормить, приютить, обогреть, одеть, вылечить, дать кровь, заботу и любовь, и духовную, и телесную, во всех спектрах жизни, если, я почему это говорю, почему это казалось, ну какая связь с абортами, да самая непосредственная, если, если женщина, пожелавшая сделать аборт, мы с вами причины-то перечисляли, это может быть материальное неблагополучие, низкий социальный там статус, или уровень, или еще что-то, если бы мы люди с вами жили в нормальном обществе, полном любви, вот такой, мы видели, что меня не бросит эту женщину, да, что хотя бы, если я оставлю этого ребенка, там где-то в детдоме, ну, детдома будет, так скажем, в этом мире все равно всегда существовать, в том плане, как перевалочные пункты, но в мире будет находиться мнение, и будет именно так, что любая женщина, любой мужчина, там не важно, человек знает, что в детдомах прекрасно все, что долго там никто не задерживается, оттуда обязательно сразу забирает ребенка, там в прекрасные руки, как-то говорит, он попадает, да, и становится окруженным, вот тем этим, да, любовью, заботой, попечением, конечно же, тогда девушка, даже забеременев, там, девица в раннем возрасте, или пусть более позже, но по какой-то из тех причин, которые мы с вами говорили, она понимает, да, зачем я буду делать аборт, а вдруг все-таки грех, да, вдруг нехорошо, а тут все-таки новая жизнь, ну, что ж, рожу, отдам, вот, а там кто-то, насколько людей нуждается, или его, которые могут все это обеспечить, хотят, и так далее, у нас никого не остается, детдома у нас прекрасные, и все прочее, сюда я, наверное, добавлю, когда закончу видео, все-таки, как я уже, ну, это я говорил в теме и child free, и будем говорить о приемных детях в ролике, потому что, конечно, сами детдома должны быть идеальными, это понятно, там, да, по последнему слову, техники там все оборудованы с заботой, любовью, но и в них все равно дети не должны там надолго задерживаться, грубо говоря, да, тогда бы, конечно же, люди бы делали, не делали бы аборт, потому что видя, зная, что, да, она может спокойно отказаться, ее бы за это не осуждали, там, грубо говоря, да, ее везде готовы встретить, да, с ней поговорили, вот, как у врачей там на ранней стадии, что то-то, тот и все, она говорит, нет, все равно там буду, да, и одно дело, это сейчас происходит в современном мире, где она, глядя на то, что происходит, она своему ребенку, вот этого, как говорится, хоть она его сейчас как бы не хочет, но если же он родился, она вот такого ему не желает, чтобы он вот в таком детдоме оказался там или еще где-то, да, а если у нас прекрасные детдома, в которых, я говорю, там вообще по минимуму, больше как на перевалочный пункт, такой идеальный перевалочный пункт, просто похоже, да, ну, конечно же, у любой, у любой женщины, я говорю, неважно, девица или наоборот, в каком-то среднем возрасте, но с проблемами, либо, как мы говорили, там, в престарелом возрасте, ну, вдруг так случилось, она понимает, что это ребенок в этой мире не пропадет, что его несчастным нигде не оставят, что детдома классные, и те являются все равно перевалочным пунктом, это очень тоже вот важно, да, ну, и в та, и четвертый пункт, два из которых, так скажем, о материальных, о видимых вещах, это полноценные детские от государства, покрывающие все базовые нужды ребенка за счет общества, даже в полноценных и материально благополучных семьях, но благополучные семьи могут добровольно отказаться от детских, пользу менее, благополучных семей, о чем я говорю, вы знаете, как я не люблю эти слова, там, государство, я поэтому употребил здесь в одном предложении сразу два слова, это государство и общество, потому что государство это и есть общество, если бы правильно это все было бы, да, у нас, не как в диктатурах, вот, то есть, у нас на самом деле должны быть не вот эти, вот, как у меня там, стипендия была смехотворная, как я вам рассказывал, которую в месяц, которых хватало на один проезд, на тот же самый троллейбус и на одну аудиокассету, и детские, которые были смешными в мое время, которых хватало, там, на два килограмма конфетов родителям, нет, это должны быть полноценные детские, слово уже такое существует, если говорить на момент сегодняшней записи видео, там, сегодня у нас 5 апреля 2024 года, и на момент того финансового состояния, которое есть, там, в той же самой России, это я не знаю, на ребенка должно, там, тысяч 20 выделяться в месяц, на полное его обеспечение, что значит его обеспечение, его матери, естественно, прежде всего, обеспечение, потому что, пока ребенок маленький, там, не столько ребенка, надо обеспечивать, сколько саму мать, ей надо где-то жить, ну, соответственно, с этим ребенком, да, но это же не отдельно, они вместе пока, их разделить невозможно, поэтому, от момента рождения, мать должна обеспечена быть, роженица, чем? кровом, одеждой, питанием, то есть, оплатой всех коммунальных услуг, это должно делать общество, женщина на этот момент, как сказать, нетрудоспособна, да, да, и вообще, мама, это такая же профессия, да, здесь общество, так скажем, государство выступает, как бы говорится, одним целым, в обществе, как говорят, папа или охотника, не важно, есть, причем, это семья полноценная, или не полноценная, даже если там есть мужчина, это не важно, это же мужчина платит налоги, это все можно регулировать, соответственно, большими там налогами и так далее, но это делает баланс в обществе, что по сути, это же мужчина, который, пусть это полноценная семья, там, ну, или не важно, вы знаете, не важно, там, двое мужчин, две женщины, там, не важно, какая-то семья гетеросексуальная, гомосексуальная, об этом уже тоже, вы знаете, я записал все видео, вот, не важно, это все регулируется потом налогами, просто кто больше зарабатывает, больше налог платит, Но все равно, даже если этот мужчина есть и приносит какую-то зарплату в дома, нет, тогда общество должно просто скидываться, пусть большими налогами, как это говорят, вплоть до 70% от заработка, и все ровно распределяться между нуждающимися, потому что у нас полно действительно одиноких, так скажем, родителей. Не важно, там есть женщины, есть, ну, женщины в основном, конечно, но есть и мужчины одинокие, тогда ему так же тяжело, как и женщины, потому что, получается, ему надо и работать, и кто-то должен за ребенком смотреть, то есть он уже не сам, получается, он опять кому-то все это отдает, и получается, он перестал быть ему мамой, опять стал папой, который просто хлеб насущный в дом таскает, вот и все. То есть здесь, на самом деле, что мужчина, даже если остался один, жена могла умереть вот и на природах, еще что-то, бросить их потом, значит, мужчина даже работать, грубо говоря, не должен, а заниматься этим ребенком. Ну да, он не может кормить грудью, но это либо искусственное кормление должно быть, либо это, но он сам уже воспитывает ребенка, значит, он полностью целый день с ними, там, с ним уделяет внимание и так далее. А если это близнецы родились, их двое, трое, то есть надо понимать, что здесь вообще гендер не имеет никакого значения. И вот эти полноценные детские, когда общество, так скажем, до трудоспособности, до совершеннолетия этого ребенка взращивает его, и не важно, что эта семья, что эта семья, это не один человек, это два человека, да. Вот, не важно, мы даже в семье, мужчина, он может заболеть, потерять трудоспособность, еще что-то, то есть должны быть полноценные, полноценные вот эти детские, да. Я говорю, это все отрегулировать можно, наоборот, более большими налогами, не так, как у нас там 13% подоходного собирается, нет, значит, будет 50% от зарплаты, и все это распределяться в обществе среди вот социальности, это тут все, на самом деле, в эти же потом налоги войдет, это и старикам, наоборот, помогать уже престарелым, и больным, и так далее. То есть, и все вот это вот на минимуме распределяется. Вот так должно быть, тогда бы, конечно бы, аборты бы сразу уменьшились, если бы детские были, говорю, не смехотворными, а настоящими. То есть, общество говорит, рожай, мы не оставим, да, ты будешь получать 20 тысяч, на двоих родишь 40 тысяч будешь получать, троих 60 тысяч, пятерых родила 100 тысяч. На 100 тысяч женщина может жить одна мать, там, или один отец, если там в какой-то причине матери нет, или ушла, или умерла, родила, и все. Один человек может хоть со ста детьми справиться, в детском садике воспитатель справляется с группой, там, в 10-30 человек, я уж не знаю, какие там бывают, да. Здесь то же самое, почему нет-то, он справляться будет, вопрос, на что справляться-то, вот. Я же один из пунктов взял, материально, это немаловажно. Если бы люди обеспечили вот так поддержкой, да, человеку, что есть какие-то службы, ты приболела, позвонила, приехал человек, то есть все это входит в эту, это не, знаете, тоже деньги, тебе дали 20, а там частная няня, там, 3 тысячи в час берет, да нет. Службы, соответственно, оплачиваем государству, где ты просто позвонила, как, там, в скорую, да. То есть вот эти базовые потребности должны быть бесплатными в обществе, как, там, бесплатная медицина, уж тем более скорая помощь, она действительно должна быть всегда бесплатной. Как бесплатной? Мы обществом просто скидываемся за счет налогов и все это оплачиваем, там люди не бесплатно, как бы, работают. И мы, по сути, заранее-то в кубышку, все такое налоги, мы заранее в кубышку это складываем, в ту, да, это же очень важно, мы как бы это заранее даже проплачиваем, вот, когда понадобится кто-то нуждающийся, к этому обращается, мы, по сути, за другого платим, если он обращался, а я хоть и плачу налоги, но вот не пользуюсь, там, не вызываю скорую, ну, редко болею, ну, и что, а кто-то чаще, ну, в этом проявляется любовь друг к другу. Вот, мы одинаковые налоги платим, но более нуждающиеся этим пользуюсь, как Павел и писал, восполняем. Вот и все. Были бы полноценные детские, я уверен, 50% статистики абортов сразу бы срезалось. Если бы мы ввели статистику, ее бы посмотрели через 10 лет, вот возьмите каждый этот пункт, он огромный процент бы срезал бы абортов, вот и все. И мы бы смотрели с вами в корень и истребляли бы не болезнь, причем палкой, а не симптомы, вернее, палкой забивали бы, да, человек, у которого голова болит, мы бы его еще по голове били, чтобы у него голова больная прошла, а то вот она болит, негодяйка, надо ему по голове настучать. Нет. Было бы все ровно наоборот. Это бы естественно происходило. И все бы были счастливы. Вот вам, пожалуйста, 4 пункта, которые надо исполнить. Я вас уверяю, что процент абортов, не процент, а количество абортов, в и не разы, а десятки раз уменьшится сразу. Я даже не стал статистику какую-то изучать, только по той простой причине, что, так как аборты многие подпольные, вы знаете, делаются и так далее, вряд ли существует сейчас адекватная статистика. То, что большая их масса делается незаконно, во многих странах запрещен и так далее. Запрещен, наоборот, в государственных клиниках, но и делается, наоборот, в частных и так далее, разрешен. И статистика, как таковая, неверная. Поэтому неважно. Но в разы это точно уменьшит. Если, грубо говоря, это было там, я не знаю, в каком... Ну, возьмите в России, я не знаю, может быть, там делается... Там 100 тысяч абортов в год делается, да? Там в стране с населением 150 миллионов. Я у вас уверяю, что если эти четыре пункта применить, если бы общество вот так вот изменилось и жило бы, согласно вот этим вот заповедям, да, вот этим вот правилам и нормам, а по сути свободе и любви, то из 100 тысяч аборт бы делали тысяча. В 100 раз бы сразу бы уменьшилась эта цифра. Со 100 тысяч в тысячу раз осталось бы. В 100 раз бы уменьшилась сразу. Вот сразу прям, моментально. Потому что каждый пункт очень важный. Каждый бы взял на себя не маленький процент, а точнее количество. Да, в разы тут. По процентам даже говорить не получается. В 100 раз бы уменьшилась эта цифра. Если бы люди вот этого вот делали. Если бы полноценные детские были бы, и 100 тысяч сразу превратилось бы в 50. У меня никаких сомнений нет. Если бы была бы решена проблема с отношением к приемным детям, да, все это, не было бы несчастных детей бы, еще бы с 50 тысяч сразу бы в 20 превратилось бы. А если бы еще проповедовали child free и добровольно планировали, все бы это с 20 тысяч скатилось, как я говорю, до 1000. Вот вам и все. Все ответы. Мы все время ищем тут причины, где, что, аборт, грех или нет, преступление. Давайте как-нибудь накажем. Надо какой-то еще там в думе у этих. Да, голова кипит. Они там думают, как решить эти проблемы. Да, религиозники, попы там свое несут с кафедры, свою чепуху, вот это вот все. Да, бог сказал, плодитесь, размножайтесь. Да, или какой-то там святой отец, это грехом нарек. Да, а проблемы-то оказывается вон в чем. Надо не симптомы, надо не по больной голове бить, которая и так болит, еще больше по ней палкой колошматить. Надо посмотреть, это что голова-то болит. В чем причина абортов? Да вот в этом во всем. Вместо того, чтобы задуматься, как от них избавить, мы будем трактаты писать о том, да, в каком вечном, на каком круге ада все эти абортируемые дети и родители находятся. Вот чем надо заниматься. Надо проповедовать вот это вот все. Да. И словом, и делом все это исполнять. Тогда бы все было по-другому. Да. Ну, конечно, все, что я говорю вам, что это такое? Это идеализация, как говорится. Да, все это воздушные замки, к сожалению. Да, этот мир, это школа жизни, воронка и школа жизни, весы, выбор между добром и злом. И, к сожалению, здесь все будет существовать. Человечество, так скажем, в этом плане никогда не дойдет до такой вот гуманности. Так мы и будем все нас с этими симптомами, не искореняя причины самой болезни. Что, конечно же, печально. Но, видимо, другого варианта нет. Такой уж замысел, промысел Божий. Здесь мы с вами самоопределяемся перед лицом добра и зла. Но все равно. Но опять же, это в массе невозможно. А в личном качестве каждого возможно. Мы с вами должны каждый делать, что может. Вот так вот. Что я могу? Я могу проповедовать. Я проповедую. Кто-то может взять этого ребенка. Хорошо. Своих детей тоже правильно воспитывать. Хорошо. Кто-то имеет... Может, он не супер там публичный. Я вот проповедник в интернете. А кто-то в детском садике воспитатель. Кто-то в школе. Кто-то в институте. Кто-то какие-то группы ведет. Вы можете это проповедовать маленьким группам людей. Я стараюсь на большую аудиторию благоуставить. Кто-то депутат. Кто-то чиновник. Кто-то может эти все вещи продвигать. Вот эти все... По сути, проповедовать внутри там этой думы какой-нибудь или там чиновничьего аппарата. Да. И действительно, как-то пытаться повышать вот это вот. Кто-то налогами занимается. Вот может все это продвигать, эти темы. И все там вот. Вот это вот все делает. Вот как мы должны каждый на своем месте, конечно же, трудиться. Что-то все равно ради этого делать. Ради себя, в том числе и ради окружающих людей. Тем самым светя в мире. И делать его счастливее, лучше и прекраснее. Вот такое вот сегодня видео. Такая тема абортов. Казалось бы, с одной стороны, где-то печальная. Но видите, я надеюсь, я закончил на такой ноте. Надо что-то делать. Переживать за то, что это там смертные грехи, не стоит. Это все чепуха. Но это, конечно же, нехорошо. В идеале бы, чтобы жизнь, начинавшись, однажды не заканчивалась. Но что-то ради этого надо делать. Нужно создавать условия, а не роптать и уничижать целыми днями, долбить тех, кто якобы вот такие вещи там делает. Так что вот так вот. Надеюсь, вам это видео было полезно, отрадно, назидательно. Что-то вы взяли, что-то изменится в вашей жизни, в жизни окружающего мира. Для этого я все это и делаю. Кому нравятся мои видео, ставьте лайки. Кто их считает полезными, отрадными, назидательными, делитесь ими на своих ресурсах, в своих соцсетях, чатах, каналах, где считать нужным, в личных сообщениях. И пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, мысли высказывайте, критику. Я все читаю, на что могу, стараюсь отвечать, или словом, или записываю отдельное видео. Если считаю нужным, так сделать. И на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok